Дорогие друзья, всем привет! Рада видеть вас сегодня на своем канале. С вами Ольга Придухина. И сейчас хочется в этом видео обратить внимание на новость, которая вышла сегодня, буквально была опубликована на разных сайтах. Были разные ресурсы, публиковали средства массовой информации. И я хочу ее обсудить с вами, эту новость. Новость заключается в том, что ученые практически всего мира фиксируют стремительно распространение онкологии среди молодых людей и людей, кто не дожил до пенсионного возраста. У меня открыто это исследование, то есть я буду опираться на него. Поэтому давайте сегодня разбираться, с чем это связано, почему сейчас все чаще и чаще злокачественными заболеваниями болеют молодые. И главное, ну, что вообще с этим делать. Давайте разбираться. Если вы не подписаны еще на мой канал, обязательно подписывайтесь, задавайте интересующие вас вопросы и делитесь вашим мнением в комментариях. Ну что, друзья мои, газета The Wall Street Journal опубликовала новость, что американские врачи фиксируют факт распространения рака среди молодого поколения. В данном исследовании отмечалось в этом материале, что пациентам рака с раком моложе 50 лет становится больше. Показатель вырос более чем на 12%. Но американские ученые опираются на официальную статистику. То есть брали период с 2000 по 2019 год и процент увеличился на 12%. Друзья мои, закончили 2019 годом. Сейчас уже 2024 год. И мне как врачу действительно страшно. А что же дальше? Какая будет статистика дальше? Я уверена, что она точно не уменьшилась. Этот процент. По словам доктора мемориального онкологического центра имени Слоуна в Нью-Йорке Андрея Черчек, пациенты становятся моложе, что возможно связано с изменением в окружающей среде и бытовыми привычками. Мы видим все больше и больше случаев рака среди молодых людей. Это не соответствует классическому пониманию о том, что рак это болезнь старых зрелых. Я дословно цитирую слова. Подтвердила мысль Черчек, директор онкологического отделения больницы в штате Пенсильвания, Моник Герри. Ученые сегодня пытаются найти причины такой тенденции. По некоторым данным это может быть связано с малоподвижным образом жизни, употреблением сладких напитков в подростковом возрасте и избыточным весом. Вот, друзья мои, американская статистика говорит нам о том, что рак молодеет, онкологические заболевания молодеют. Возможно, возможно, я еще отнесу тот момент, что, как вы знаете, медицина в Америке страховая, достаточно дорогостоящая, и там сложно пройти вот определенный перечень анализов, то есть определенную диспансеризацию. Сразу скажу, я не эксперт медицины, как это все происходит в Америке, но, как я знаю, как я понимаю, что просто так вы там обследование не сдадите. И люди тратят достаточно большие деньги, чтобы обследоваться. Поэтому, дорогие мои, когда вы ругаете наши поликлиники, наши больницы, задумайтесь об этом. Государство наше делает все для того, чтобы вы были здоровы, для того, чтобы предотвратить заболевания на ранних стадиях. Посмотрите, насколько у нас выявлена ранняя диагностика рака, насколько у нас есть бесплатный перечень обследований, когда, если вы ходите в поликлинику, ходите в больницу, проходите медосмотры, вы это все можете сдавать абсолютно бесплатно. Я еще раз это подчеркну. Ни в каком другом государстве вы этого сделать бесплатно не сможете. Поэтому это тоже такой очень важный момент. И я думаю, что американская статистика просто этот факт не указала, но он, безусловно, подразумевается, что в Америке как бы обследование достаточно сложно пройти. Конечно, есть и новые методы обследования, да, там реактивы и так далее. Медицина идет вперед, но цены за эти анализы, я думаю, что там достаточно высокие. У меня есть пациенты русскоговорящие, кто проживает в Америке, и знаю, что прям с этим там целая проблема. Да, еще если вы хотите сдать какой-то анализ, вам нужно прийти к вашему врачу, который вас курирует, и доказать ему, что вам данный анализ нужен. И только после этого он вам выпишет чек и даст направление на данный анализ. То есть не все-то там так и просто. Плюс малоподвижный образ жизни. Плюс, вот как я уже сказала, большой лишний вес. А там мы видим нарушение жирового обмена и второй, и третьей степени. И, конечно же, такое потребление сладких напитков. Но, я думаю, фильмы, сериалы все смотрят и видят, что популярно в Америке. Да, многие эти традиции пришли к нам, да, оттуда. Соответственно, отсюда мы видим такие серьезные проблемы. Поэтому, дорогие друзья, проходите мета-осмотры, проходите диспансеризацию. Все это сделать реально, абсолютно бесплатно. Не хочется вам ждать, брать направление. Вы можете пройти платно. Есть у вас возможность взять все вот эти явочки. Там сейчас и очередей-то практически нет. Причем в обычных больницах, районных, поликлиниках это все можно сделать. Даже поликлиники обзванивают людей со своего участка и предлагают пройти эту бесплатную диспансеризацию. Поэтому не отказывайтесь. Это уникальное вообще, уникальное обследование, да, которое можно пройти бесплатно. Уникальное оно тем, что захватывает спектр, да, перечень нескольких обследований. И, соответственно, поможет выявить вам то или иное заболевание, вам и доктору, да. То есть не так давно я снимала видео о том, как анализ крови говорит о том, есть у вас злокачественная опухоль. Нет, то есть как может насторожить. Как раз на диспансеризацию общий анализ крови без проблем вы можете сдать. Дорогие друзья, специально для мужчин я разработала препарат «Мужская мощь», который оказывает потрясающее воздействие на вашу потенцию, вашу эрекцию, улучшает, повышает ваши либидо, качество сперматозоидов и тестостерон. В своем составе содержит цинк, селен, витамин С, витамин Д3, натуральный экстракт джиншини и ее химвина, которые являются природными афродизиаками и оказывают потрясающее воздействие. Первая ссылка в описании под этим видео. Я думаю, что сейчас многие меня будут писать неплохие комментарии, что вы, да вы не знаете. Друзья мои, я проходила диспансеризацию, я работаю в государственном учреждении. Все там прекрасно, все можно сделать без проблем. Главное вам туда прийти и изъявить желание. Не надо мне вот это писать, я это все испробовала на себе. Вот, поэтому вам огромного здоровья и до новых встреч. Ссылка первая на мужскую мощь в описании под этим видео. Ссылка первая на мужскую мощь в описании под этим видео.